Перед началом этого многострадального видеоролика хотел бы извиниться за то, что звук в интро будет без петлички, так как я проглядел и не увидел, что она была не подсоединена. Ну и реакция действительно многострадальная, поскольку это вторая попытка ее записать спустя полгода после кейса с ошибкой записи. А выходит она вообще к первой годовщине альбома Super Egg, так что нет времени тянуть. Поехали! Всем привет! Дорогие друзья, наконец-то, наконец-то вышел второй студийный альбом Конана Грея, который называется Super Egg, и наконец-то я его слушаю. Это второй студийный альбом молодого американского исполнителя, который уже успел прославиться и хайпануть на своем синге Header, который мне очень понравился, с его дебютного студийного альбома, который называется Kid Crow. И он, по сути, является таким новым поколением артистов, которые взросшены на Lord, на Taylor Swift, то есть на всех вот этих вот исполнителях молодых, тоже когда-то были молодыми, и сейчас остаются, по-моему. Я познакомился с Конаном в 2020 году, с его Header, с его The Cut The Roll Is Bleed, и эти песни, по-моему, я отметил в топ-30 того года, собственно, как и, по-моему, сам альбом. И в 2021 году, вернее, в его начале, Конан начинает потихонечку выпускать по синглу, и смотреть, как это все развивается в СМИ, как это все развивается в мейнстриме, и какие-то песни набирали что-то, какие-то нет, и в итоге, я так понимаю, из этого и был составлен трек-лист альбома, который не включает в себя овердрайв, который все думали, что это как лид-сингл, да, выпущен был самый первый. И мою самую любимую песню, помимо Header, да, балладной, это Телепат. Это огромное упущение этого альбома, я Конану это, скорее всего, никогда не прощу. Хорошо, что она есть на стримингах, но очень обидно, что такую песню мощную не взяли в альбом. Собственно, про альбом, что Конан Грей говорит о нем. Писать этот альбом было жалко и страшно, но в итоге он превратился в альбом, который казался очень правдивым представлением меня самого. Суперрейг, безусловно, уязвимый альбом, но не лишенный сарказма. Это история о разбитом сердце, друзьях, тоске, трауре и скорбящих частях вашего прошлого, которого вы игнорируете в течение многих лет. Я отдаю себе отчет в том, что быть молодым человеком сопроверено с такими экстремальными чувствами, что я буду оглядываться назад через 10 лет и смеяться над ними, но я хотел бы принять театральную природу взросления на этом альбоме. И в том числе, Коэм в Rolling Stone объясняет, что же такое суперэйк, то есть сверхболь. Суперэйк или сверхболь — это то, что причиняет вам такую сильную боль, что она остается с вами на долгие годы. Это то, что можно исцелить только через годы драматического траура, саботажа, написания песен, плача перед своими друзьями. Это и есть суперболь, то бишь суперэйк. Обложка мне тоже очень нравится. Огромное сердце из роз, и Конан Грей на нем лежит в черном костюме на черном фоне. Это можно считать как бы такой противоположностью Кит Кроу, да, обложки, где он сидит на белом фоне, но у него есть черный ворон. С альбома выходили синглы, и их на самом деле много. People Watching — это Astronomy, это Yours и это Memories. А, Jigsaw. Jigsaw выходил, но я его не слушал, кстати, по-моему, ни разу. И на один из этих синглов, а именно на Single Memories, у меня есть реакция вместе с клипом, которая как бы предвещала такой релиз альбома, и, собственно, и мою реакцию на него. И она могла бы выйти еще полгода назад, если бы не такой конфуз. Но я все равно рад, что я снимаю эту реакцию, что могу поговорить о Конане Греев доволи вместе с вами, рассказать о том, почему мне нравится его музыка, и послушать с вами его новую работу, чтобы оценить, куда же он все-таки идет и сохраняет ли он марку, качество, тим-попа, которую я от него получаю на протяжении уже второго альбома, да, если мы говорим про синглы с Super Ake. Ну что, интро подошло у нас к концу, но перед тем, как мы с вами приступим к прослушиванию альбома Super Ake Конана Грея, хочу напомнить о том, что у меня есть Телеграм-канал и группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте выполняет у меня функцию резервы YouTube-канала, ну а в Телеграм-канале мы с вами общаемся практически каждый день. Ссылки все есть в описании, ну а мы начинаем. Если честно, то это звучит как начало альбома, это начало чего-то очень хорошего, хорошего фильма какого-то. Мне нравится мягкая атмосфера Heather. Возможно, здесь будет чередование, потому что, ну в смысле атмосфера бенгеров с атмосферами балладных вот таких вот хитов его, как Heather, как Astronomy, потому что Astronomy здесь уже есть, да, и вот я чувствую вот этот вот вайб и в Movies тоже. Вау! У меня мурашки пошли, честно. И я правда рад, что я не помню, как это звучит, потому что я прям чувствую, как будто слышу это впервые. Великолепная нота. Мне понравился трек. Возможно, это отличный опенер, потому что, не знаю, мы с вами еще весь альбом целиком не заценили, вдруг здесь есть песни покруче. Это хорошо нас приглашает к альбому, к моему прослушиванию, потому что я почувствовал, как будто бы дверь вот она открылась. В моем воображении мы танцуем в темноте. В моем воображении мы целуемся под звездным небом. Но мы оба знаем, что это не то, чем мы занимаемся, потому что ничто не как в кино. А я хочу любви, как в кино. Все мы, Конан. Все мы. Я думаю, причина, по которой я выбрал Movies в качестве вступительной песни, заключается в том, что эта песня о том, чтобы быть в отрицании. Большую часть моего раннего подросткового возраста и большую часть моей жизни я потратил так долго и так усердно, пытаясь влюбиться так, как это было бы нормально. Я хотел этой глупой, фальшивой, идеальной любви, потому что это то, на чем я вырос на этих фильмах. Я думаю, что за последние несколько лет я понял, что это больше не то, чего я хочу. И я хотел показать людям процесс открытия этого с помощью данного альбома. Собственно, отличное решение. Опять же, по тексту и по звучанию все совпадает с хорошим опенером. И трек мне понравился. Мой тип треков, во-первых, да. Во-вторых, мне очень понравился тот момент, где он Отличное начало. Момент в этой песне, когда она идет, идет, поднимается, поднимается и резко исчезает. Это как будто ты набираешься какого-то дыхания, летишь вверх, вверх, вверх и резко падаешь. Тут разве что нет падения, тут просто как будто ты поднимаешься, поднимаешься, хоп, и черный экран. И вот, слышите, люди говорят, да, то есть people watching и people talking, получается. Мне очень нравится сравнить этот момент в песне с песней Award Loans у Lord, да, с ее дебютным альбомом Pure Heroin, потому что там тоже есть эта фишка, где люди говорят, и она в конце let them talk. Это было круто. Я тоже хочу почувствовать всю эту любовь и эмоции, быть привязанным к человеку, которого я обнимаю. Когда-нибудь и я влюблюсь безо всякой осторожности, но пока что я лишь наблюдаю за другими. Это сингл, который мне на самом деле нравится. И очень круто, что все четыре сингла мне нравятся. Был бы еще телепат здесь. Мне нравятся синты. Вау! Синты, гитары, вокал и, естественно, ритм-секция. Слушайте, этот трек пока что больше всего тянет на замену телепату в этом альбоме. Здесь я слышу вайб, слышу вот это вот как бы звучание, которое могло бы сопоставиться с телепатом. То есть, возможно, ее на эту песню заменили. Не знаю. Мне нравится он. Let me just, и потом lose my mind. То есть, как бы, вот эти строчки, которые выкрикиваются, казалось бы, они не к месту. На самом деле, это начало фразы, которую он дальше поет в куплете. Очень бодро. Пока что самый подвижный трек на альбоме. Самый такой, знаете, стремительный. Потому что здесь наверняка же будут бенгеры. Потому что все, что вот я слышал из синглов, да, которые вот здесь выходят, это баллады, либо это очень такой софт-поп. Вот здесь именно чувствуется такой запал, прям, знаете, вот огонь. Поэтому я очень рад присутствию такого трека. Я его себе, конечно же, тоже забираю. Это может закончиться катастрофой. Так много причин, например, если ты психонешь, и наше общение прекратится в важный момент, когда я скажу тебе, я люблю тебя. И ты не скажешь это в ответ. Это может быть катастрофой. Я даю заднюю, и говорю, я слишком пьян, чтобы звонить тебе. Дизастр звучит немного иначе, чем остальная часть альбома. Я хотел, чтобы песня звучала как переосмысление, когда ты переживаешь все эти моменты в своей жизни с кем-то, и пытаешься понять, нравишься ты им или нет. И стоит ли тебе вообще говорить им, что у тебя есть к ним чувства. Итак, я бы хотел, чтобы эта песня действительно была быстрой, с жесткими синтезаторами, барабанами и действительно быстрым диалогом. А по поводу того, что эта песня является отличной от общего альбома, мне эта фраза, к сожалению, не понравилась, потому что я хотел побольше таких треков. А в итоге эта песня чуть ли не единственная, что ли? Он на это намекает здесь? Окей! Это просто VFF Adam. Кстати говоря, у Конана был такой интерактив на сайте в преддверии альбома. Да, я об этом еще помню. Значит, я в нем участвовал. То есть там нужно было зайти на сайт и зарегистрироваться с помощью Spotify. И тебе как бы на фоне твоих вот этих вот прослушиваний он анализирует и подбирает, какая песня тебе больше всего понравится с альбома. И мне выдало это как раз таки Best Friend. Почему? Я не знаю. Ну, видимо, сейчас мы все это с вами проясним. Да, потому что эта песня, по сути, гимн лучших друзей. Потому что you're my fucking best friend. Я ценю своих друзей, но настолько, чтобы это была моя любимая песня с альбома. Звучание приятное. Звучание такое, знаете, как будто бы на укулеле наигрываешь, сидишь и поешь своему другу там или мы вместе. That's my fucking best friend. По-моему, это реально кое-как. Мне нравится вот эта штука, когда, знаете, есть такое обещание друг другу. Типа, давай, если мы там с тобой до 32, вот как здесь, не найдем себе пару, мы просто поженимся и будем жить счастливой жизнью. Вот в каком-нибудь доме, значит, ты, я, у тебя кошка, у меня собака там и так далее. Мне, кстати, предлагали несколько раз такое. Тут есть телефонный разговор! Хорошо, хорошо, хорошая песня, мне понравилась. Самое интересное, да, действительно, с ней можно очень неплохо так посмеяться, повылываться, потому что много различных строчек классных. Кто еще пойдет со мной в продуктовые два часа ночи, кто еще сделает ту самую фотографию только для того, чтобы ты отомстила, ведь ты такая же психопатка, как и я, ты такая же сумасшедшая. Это песня о куче разных друзей в моей жизни. Поскольку у меня никогда не было романтических отношений, я действительно рассматриваю своих друзей как самый важный аспект всей моей жизни. Это было похоже на то, что я должен был сказать на альбоме, иначе это было бы не точным описанием того, какой была моя жизнь последние несколько лет. Я очень прекрасно тебя понимаю, Конан, потому что у меня друзья тоже играют очень важную, крайне важную роль в моей жизни играют друзья. Значит, эта песня вышла, если мне не изменяет память, в 2020, не 2021 году, а весной. И она просто потрясающе скрасила мою подготовку к диплому, мою подготовку к госам. Это был такой стрёмный период на самом деле. Я очень ей благодарен. Я тогда записал даже кавер, который люблю переслушивать. Он мне очень нравится. И я храню его на саундклауде, который недоступен в России. Эта песня великолепна. Она даёт вайп Хеддер, и я понимаю, почему Конан её Грей сделал, зачем он её сделал, зачем он поместил её на альбом. И что она хоть и не возымела такой прям глобальный успех сейчас, но она всё равно потихонечку вроде как карабкается, карабкается. Возможно, она остановилась немного в своём хайпе и останется на отметке в 100 миллионов прослушиваний, да? Потому что Хеддер — это, извините, миллиард. В этой песне роскошный бридж. Я эмоции испытываю от этого трека просто невероятные. Астрономия — это о медленном, болезненном и часто вызывающем отрицание процессе отдаления от кого-то. Тот момент, когда внезапно ты смотришь на человека, которого любил много лет, и понимаешь, что больше его не знаешь. Что вы двое сейчас существуете в двух разных мирах, и я нахожу, что худшие разбитые сердца случаются медленно. Никаких драк, хлопание дверьми и появление на пороге во время дождя, как в кино — просто постепенное угасание любви. Нет никакого объяснения и некого винить — это ранит больше всего. Это, пока что, самая грустная песня на альбоме. Блин, как мне нравится. Блин, эта песня мелодически просто прекрасна. Вот я почему ждал этот альбом очень сильно, потому что все синглы мне с него почти понравились. И каждый сингл бил по-своему в меня. Меня выносят вот с этого момента. Просто вот это, вот это... Я знаю, я знаю, но я уже второй раз аплодирую, и мне нравится. Это мне нравится подчеркивать, насколько меня глубоко трогают такие композиции. Это ведь круто, что я могу получать столько эмоций просто из песни. В тот момент в моей жизни я имел дело с этой раздражающей, затяжной любовью к кому-то, кого я очень сильно чувствовал самым важным человеком в моей жизни. У них не было ко мне никаких таких же чувств, и я хотел, чтобы припев был действительно простым и повторялся сам по себе. Например, ну, я не твой, и я хочу большего, но этого не произойдет. Я хотел, чтобы это было очень просто. Великолепная баллада. Начинается интересно, как будто бы немного вестерн. Вау, подождите, стойте, давайте прокомментируем. Во-первых, эта песня выходила, я не знаю, есть ли на нее клип, но я ее не слушал. Я не знаю, как так получилось. Это единственный такой сингл, да, который вышел до альбома, который я вообще пропустил абсолютно тотально. Значит, первое, что мне навеяло, это, конечно же, такой западный какой-то звук, да, вот, вестернский. Но потом вошел гранж. Я немного офигел, хотя у Конана есть такое преимущество, да, что он может такие песни себе позволить, но голос у него на это, ну, не способен в плане то же, чтобы рвать и метать, да, потому что он у него довольно мягкий такой, нежный, но при этом, опять же, надрывной. Вау, я слышу обработку голоса специальную такую, знаете, тоже немного ребят. Бребящую прям. Итак, что же скрывается за этим гранд-штреком, мне прям интересно. Если бы смена моего стиля укрепила твою любовь ко мне, если бы смена моей прически усилила бы твой интерес, тогда я бы взял кухонные ножницы и порезал бы себя на кусочки ради тебя. Я изменил каждую часть себя, но собранный из этих кусочков пазл не является мной. Я смотрю в зеркало, теперь я просто пазл. И ты берешь только те частички меня, которые тебе нужны, а от остальных избавляешься. Я смотрю в зеркало, и я просто пазл. Это один из самых пагубных моментов для личности в отношении, когда тебе приходится быть кем-то другим. То есть, если ты не любишь меня за меня, да, love me for me, то какой смысл вообще это все дело начинать? А смысл есть, если тебе человек очень нравится, и ты готов ради него на все. И, к сожалению, ты начинаешь себя перекраивать как-то, какие-то свои, возможно, интересы стороны задвигать назад, пытаться их затемнить, не показывать. При этом стараться выяснить, что человеку интересно, и вот это вот все как раз в свет выводить, да, чтобы... Значит, он любит это, и я буду этим увлекаться. Он любит то, и я буду вот это делать. Не знаю, нужно просто быть собой и стараться находить людей, которые любят тебя за то, кем ты есть на самом деле, а не за то, кем ты, возможно, являешься в их представлениях или кем они хотели бы тебя видеть. Звучит как поп-хит. Мой папа никогда много не говорил. Он просто гулял по кварталу, пока злость не овладевала им. Потом он бил. Моя мама никогда много не плакала. Она принимала удар на себя, но никогда не давала отпор, пока однажды не сказала, я ухожу и забираю детей с собой. Так она и поступила. Я говорю, они лишь те, кто дал мне жизнь, но я действительно ребенок своих родителей. Поп-хит. Песенка тяжелая. Поспешил я с выводами про самую тяжелую песню. Хотя, по-моему, я не спешил с выводами на этот счет. Я просто говорил про то, что есть песни, которые ранят меня глубже всего. Слава богу, здесь в тексте нет ничего, что с моей жизнью бы сопоставлялось. Да, это тьфу-тьфу-тьфу. Как говорится, чтоб не сглазить. Просто говорю к тому, что по тексту меня эта песня не ранит. Но читая это, очень тяжело воспринимать песню, композицию как какую-то, знаете, просто, просто, блин, просто текст, просто музыка. Нет. Тут вообще-то говорится про очень серьезные и сложные вещи. Красиво. Красиво. Это песня о том, как поколения обиженных людей передают боль своим детям, а затем их дети передают ее своим детям. В детстве мне казалось, что мне сказали, что в конечном итоге я буду жить этой очень специфической жизнью, и что у меня не будет светлого будущего из-за моего прошлого. Семейная линия, то есть family line, это когда я говорю, ну, на самом деле это не имеет значения. Я могу быть тем, кем я хочу быть. Я был так напуган, чтобы выложить это. Это была причина, по которой мне нужно было выложить эту песню. Тут я могу сказать просто Конану огромное спасибо за честность и за открытость. Если честно, если бы у меня была подобная травма, я бы не знаю, мог ли я вообще об этом так открыто рассказывать, превращать это в композиции, которые потом нужно исполнять на публике. Раз за разом, раз за разом переживать эти эмоции. Да, скорее всего, это отличный способ от них избавиться. То есть в смысле переработать и в каком-то моменте принять уже все, что с тобой произошло, переосмыслить, и он здесь говорит, что я не могу убежать от своей линии, но при этом я все еще, то есть меня с моей семьей связывают только Last Name и My Blood. То есть в остальном, насколько я понял там по тексту говорится, то он признает, что все-таки они разные люди. Пока что глубочайший текст на этом альбоме. Пока что первая песня, которая не вызвала у меня практически никаких эмоций. Единственное, я, конечно же, могу представить, почему она мне может понравиться и в какой момент, но сейчас этого не произошло. То есть она приятная, она милая, возможно, да, но она проходная. Ты замечаешь цветы среди сорняков. Ты боишься темноты ночью. Ты прикрываешь свои запястья рукавами даже в сорокоградусную жару. Твой отец был ужасно злым, а твой любимый цвет зеленый. Кстати, мой тоже. Он напоминает тебе о том лете, когда тебе исполнилось три года, и ты бегал через разбрызгиватели по улице. И ты смеешься, и ты танцуешь на ветру, и ты покачиваешься, и ты обнимаешься, и ты целуешься. Но в твоих глазах скрыта темнота даже, когда ты улыбаешься. О, летнее дитя, тебе не нужно притворяться, что все твои чувства незначительны. Тебе не так уж нравится солнце. Оно сводит тебя с ума, и ты все врешь. Самый child. Ну, летнее дитя, здесь есть такая сноска, что летнее дитя, это как бы такой человек, который наивен, как ребенок. Мое поколение относится к тому типу людей, которые просто любят делать вид, что все в полном порядке. Когда мы говорим о боли, мы очень саркастично относимся к ней. Мы на самом деле не вдаемся в подробности по этому поводу и отшучиваемся. Мы создаем эти фасады о том, кто мы есть, чтобы сделать все немного проще. И summer child – это мое признание того факта, что у всех нас есть склонность создавать версии самих себя, которые, по нашему мнению, людям легче переварить. Но это часто просто то, что мы придумали в своих головах. И все совершенно привлекательны такими, какие они есть. Очень хороший посыл. Несмотря на то, что песня мне показалась довольно простой, неприметной, да, с первого прослушивания особенно, не за что там зацепиться, просто приятная. Смысл в эти слова Conan вложил очень правильный. Как-то прям баллада за балладой. Вайб Astronomy и Heather – вторая уже песня с таким вайбом на этом альбоме. Вау, мягкая нота такая. Эта песня уже будет поприятнее, чем предыдущая, да, которая называлась Summer Child. И несмотря на то, что здесь есть вайб Heather, есть вайб Astronomy, она, к сожалению, слабее их в несколько раз. Я не знаю, может быть, это просто у меня какие-то проблемы. Возможно, я потерял настрой из-за перерыва, потому что я снимаю эту реакцию с перерывами. Тем не менее, вот последние две песни, наверное, два самых очевидных промаха и возможно… Ну, с первого прослушивания, да. И, возможно, это самая проседающая часть альбома. Потому что сейчас идет Memories, которая поднимет все, да, на былой уровень. И дальше у нас финальный трек – exit. Сноска эгоистична – моя любимая песня во всем альбоме. Сноска, то есть footnote. Это вызывает такой зуд, о котором я никогда раньше не слышал, если в этом вообще есть какой-то смысл. Это не песня о большом драматическом горе, криках, хлопании дверьми и плаче. Дело не в этом. Речь идет о последствиях. Когда ваш бывший закончит писать историю своей жизни, вы станете просто крошечной сноской внизу страницы. Так много любви и музыки. Это о большом и громком. И эта песня – о тихом осознании того, что тебе просто придется сделать шаг назад и отпустить все это. Не знаю, вот что-то с последними двумя песнями у меня как-то химия вообще не произошла. Это, разумеется, не беда, потому что нужно будет слушать на второе, на третье прослушивание и так далее. Но пока что эта песня и Summer Child, наверное, самые слабые песни с альбома. Мелодически прекрасная композиция. И мне очень нравится структура в ней. Моя реакция на эту песню доступна на моем канале. Сейчас уже повторная реакция, вернее, да, прослушивание спустя. Много репитов, не так много, как хотелось бы, но все равно эта песня у меня завоевала признание, поэтому я ее могу очень активно вот так вот слушать, да, со всякими вот этими имитациями гитар, с активным подпеванием таким, даже развязным, я бы сказал, потому что я чувствую ее, мне очень нравится этот, как будто бы немного пьяный вайп в припеве, когда ты, как будто бы напился, и ты поешь это вот под окном кому-то, типа, «забери свои вещи», типа, так далее, все вот в этом духе. Это очень круто, очень круто. И за это настроение, за эту атмосферу я хочу сказать Конну Гре огромное спасибо, потому что это действительно трек, который заслуживает синглом стать. И он стал, и он получил видеоклип, в котором тоже этот настрой репрезентуется, да, визуализируется. Так что, если хотите, можете ознакомиться, но мы переходим к финальному треку. Начало нравится. Субтитры сделал DimaTorzok И я опять же слышу, слышу, как нажимаются педали, слышу, как происходит вообще игра на этом инструменте, да, на фортепиано. Возможно, с концовкой этой песни Конан хорошо поступил, что сделал именно ее закрывающей. Но опять же, я бы более целостно ощущал альбом, если бы он закрывался на песне Memories, потому что в итоге все вот эти вот истории, они как бы намекают на том, что нужно идти вперед, при этом помнить это все, что с тобой произошло, принять это как опыт, проработать и идти с ним дальше. И Memories, мне кажется, вот как будто бы гимн всего альбома в каком-то смысле. Она объединяет все эти песни, вот что мне кажется. И Exit, ну, не совсем справляется с этой ролью, особенно обидно, что именно перед Exit идет Memories. Я хотел закончить альбом песни The Exit, потому что она подводит итог альбому. Речь идет о том, чтобы осознать, что все вокруг вас движутся дальше, но вы все еще стоите у выхода. Удивляясь, как это у всех получается так легко, и они могут продолжать жить после того, как их сердце разбито. Это всегда было чем-то, что ошеломляло меня. Я медлительный человек. Я просто торчу здесь, пишу песни и думаю. Ну, ладно, если с точки зрения текста, с которым я не знакомился, да, прежде чем критиковать и делать поспешные выводы, да, возможно, все-таки именно эта песня как бы закрывает лучше всего альбом. Ну, просто мне почему-то хочется, опять же, свои какие-то предпочтения вносить, поэтому Memories по звучанию это был бы просто шикарный клоузер. Потому что Movies, она дает ощущение вдоха, да, когда ты входишь в альбом. А здесь ощущение выдоха, как будто бы все прожито и все хорошо, типа, можно идти дальше, типа, делать вывод. Итак, дорогие друзья, мы наконец-то с вами послушали альбом Кона Грея Супер Эйк. Я даже не думал, что это произойдет. Разумеется, поскольку у него есть дебютный альбом, то в сравнении ему как бы, ну, не избежать. И я хочу сказать, что, возможно, при первом прослушивании этот альбом может казаться чуть более слабым, но вот именно что может показаться. Потому что на деле мы имеем более глубокую лирику, хотя, учитывая, что перерыв между этими альбомами, по-моему, три года, Конан продолжает писать песни о любви, о расставаниях, о прошлом. Но здесь еще добавляются различные сложные темы, как, допустим, родословная, в которой мы с вами уже покопались и поняли, что это самый сложный текст на альбоме. Со звучанием Конан себе не изменяет, и он пробует что-то новое, разумеется, но при этом оставляя такие любимые всеми стили, атмосферу, как, допустим, на Heather, да, здесь у нас это Astronomy, роскошная Memories, сердцеразбивательная Yours, меланхоричная People Watching и другие, к которым я еще не успел пока что так сильно привыкнуть. Именно поэтому альбом нуждается в прослушиваниях и во времени. Но, конечно же, я могу без труда выделить любимые треки на альбоме Kid Crow, и их будет половина альбома. Но тут важно подметить, что колоссального различия в звучании и в контексте, в лирике я не заметил, что, наверное, хорошо, возможно, и рад, что дождался, его послушал вместе с вами на канале. Жду ваши мнения в комментариях про Конана Грея, про его Супер Эйк, какие песни вам понравились, какие песни вам не понравились, как вам вообще Конан как артист. Ну, а на этом мой ролик подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok